Прошло уже 4 месяца с начала событий на Украине. Все это время приднестровцы следят за ситуацией, читают новости, переживают и принимают беженцев. В поисках мира жители Украины едут в Приднестровье. Для кого-то это возвращение на родину спустя многие десятилетия жизни за пределами страны. Прихожу сюда полюбоваться Приднестровьем. Здесь очень красивый вид. Здесь отдыхаешь и смотришь на эту красоту и тишину. Райское место просто. В Бендеры Станислав так надолго не приезжал лет 30. Бывал редко и все проездом. Уехал отсюда еще в 92-м. Тогда он только закончил школу. Его, как и многих сверстников, необъявленная война лишила выпускного. Но в Одесский строительный он все же поступил. А после учебы так и остался в Украине. Всю свою жизнь он строит дороги. Это у них семейная, рассказывает мужчина. Профессию выбрал по примеру отца. Приехали к родителям сюда, посидели неделю-две дома. И решил поработать кем угодно, где угодно. Пошел в канал Дорс-сервис, побеседовал с директорами. Они спросили, кем хочешь работать. Сказал, все равно, хоть на лопату. Они говорят, какой-то опыт есть, образование есть. Мастером дорожной службы пойдешь, пойду. Станислав многодетный отец, детей у него трое. В Бендерах шестилетнюю дочку устроили в садик, а сыновья пока на каникулах. По выходным они все вместе ездят в столицу и гуляют по Бендерам. Стас заново знакомится с родным городом. Центр красиво сделали, возле кинотеатра Горького, возле ДК Каченко. Начали дороги делать. Раньше приезжал еще асфальт, который меня помнил, со следами от гусениц танка, к примеру. А сейчас потихоньку город становится лучше. Особенно центр. Неожиданно. Были в крепости тоже, были на экскурсии, в цитадели крепости, на разных башнях. Раньше такого, при нашей бытности, когда я был школьником, крепость была военная часть, туда не было доступа. Только.